Компания основана в 94-м году. Начинали мы, значит, основатели компании это я и Вера Будку, мой партнер. Начинали мы нашу деятельность с частного заказа, то есть это было время, когда уже городской заказ практически отсутствовал, проектные институты, в общем-то, сидели без работы, но это было время, когда нарождался частный заказ, и мы решили организовать свою компанию и начать делать собственные проекты. Через некоторое время там около двух дней пришли в домов и занимались частными домами, и где-то годы с 2004-го, 2005-го мы плавно стали переходить в сферу объемного проектирования уже в городе. На сегодняшний день наша компания насчитывает порядка 70 человек. Основной штат нашей компании это архитекторы, дизайнеры и конструкторы. В настоящий момент у нас в проектировании находится очень большое количество объектов самого разного функционального назначения. Это и здания, это такие жилые комплексы, это и гостиницы, это и социальные объекты. На разных стадиях там больше миллиона квадратных метров, условно говоря. Мы являемся мастерской, скажем так, полного цикла, то есть если мы сберемся за объект, то мы разрабатываем объект на всех стадиях. Это концепция, проект, рабочая документация, ведем авторское сопровождение строительства. И мы в своих объектах делаем все. Поскольку опыт очень большой, мы делаем все. Это и комплексное проектирование, это и самого здания, мы разрабатываем интерьеры в этом здании, разрабатываем ландшафт и стараемся сделать объект от начала до конца. Эктирование мы ведем сейчас уже на базе программного комплекса Autodesk Revit. Это BIM-проектирование, создание полной информационной, трехмерной информационной модели здания. Об этом я расскажу впоследствии в нашем опыте такого проектирования. Расскажу на следующем семинаре. Мы продолжаем заниматься интерьерами. Прежде всего мы проектируем интерьеры в своих собственных зданиях, но также мы разрабатываем, оставили за собой корпоративные интерьеры и креативные офисы. Нам это направление очень нравится, оно нам нравится и с творческой точки зрения, и сама по себе как задача, для нас нам кажется, она очень интересная, поэтому мы этим занимаемся. Я сейчас расскажу, в нашем вебинаре я сделаю акцент именно на наших интерьерных и офисных проектах, и более подробно расскажу о нашем опыте работы с компанией Яндекс. Это один из наших основных заказчиков, с которым мы работаем уже около 10 лет. Мы сделали серию объектов, и я расскажу, как развивались эти проекты, какие были изменения в процессе нашей работы, в процессе смены помещений, развития компании и так далее. Эта заставка символизирует то, чем мы на сегодняшний момент занимаемся, то есть это игры строительства, и объекты в городе, и частные дома, и корпоративные интерьеры. Понятно, что мы известная компания на рынке, это ряд наград только за прошлый год, которые мы получили, это и Best Office Awards, которые, может быть, вас больше всего из этого набора будет интересовать, которые мы как раз получили за Яндекс, гран-при Архновации, золотой диплом Архновации, и серебряный диплом Архновации тоже, опять-таки, за интерьеры Яндекса мы получили. У нас очень большой опыт также международного сотрудничества, мы работаем с международными компаниями, известными архитекторами, мы участвовали и заняли третье место, были финалистами, и заняли третье место в конкурсе Парк Зарядье совместно с Каванем ВРДВ, это суперизвестные голландские архитекторы. Мы в этом году, мы вместе с Массимляном Фуксусом, опять-таки, заняли третье место на конкурсе Сбербанка, первое место заняла Заха Хадид. Вот, у нас сейчас есть ряд объектов, которые мы ведем с компанией Антонио Четерию, это отель Болгари в Москве, и ведем еще работу над частной школой в Москве с компанией голландской отели РПРО. Ну, также были много опыта работы и с Филиппом Старком, и с другими звездными европейскими архитекторами. Мы понимаем, что мир не стоит на месте, что нам нужно кооперироваться, интегрироваться, и вот опыт взаимодействия с иностранными архитекторами, он довольно разный, но в любом случае, это в любом случае полезный опыт, который тоже нас обогащает как бы определенной информацией. Начну с наших старых проектов, которые мы начинали еще в 96-м, в 2006-м годах. Значит, это офис компании «Москва». Значит, это телекоммуникационная компания, занимала она особнячок небольшой, около 300 метров в центре Москвы. Это относительно новодельное здание, было построено как восстановление флигеля существующей усадьбы. В чем специфика этого объекта? Здесь площадь одного этажа всего-навсего 100 метров. Вот вы видите, собственно, схему плана. Значит, пространство 100 метров, входная зона с лестницей. Немножко неудобно мышкой показывать, но тем не менее. Значит, дальше мы проходим зону вейтинга, и за такой перегородочкой сидит два секретаря, кабинет руководителя, кабинет руководителя со своим маленьким санузлом, и комната переговоров. Значит, такое маленькое, значит, пространство, и, значит, наша задача стояла сделать как бы не просто дизайн интерьера, а именно архитектуру. Вообще мы по образованию архитекторы, и специфика, может быть, нашего подхода состоит в том, что мы прежде в нашей работе прежде всего ищем пространственные решения, и архитектурные, и объемные решения. Несмотря на то, что это интерьер, то есть это не декорирование, это не работа с материалом прежде всего, хотя я это тоже, я расскажу, как мы это делаем, но это прежде всего создание пространственных решений и объемных решений. Что, собственно, мы сделали с этим планом? То есть в исходном виде это было, значит, пространство было внутри несущих стен, то есть, собственно, пространство одной прямоугольной формы и пространство другой прямоугольной формы. При этом вот эта вот стена, которая разделяла это пространство, она была глухая. Вот, значит, мы, собственно, в своих подходах прежде всего исходим из функциональной потребности. Мы тщательно анализируем функцию, которую дает заказчик в качестве ТЗМ и пытаемся на основе этой функции найти как бы некое формальное решение. Прежде всего, одной из своих задач мы видели объединение этих двух пространств, потому что мы сторонники такой концепции сложного пространства, когда пространство имеет разные плоскости прочтения, разноплановое, когда по нему интересно передвигаться, и человек что-то открывает для себя в процессе движения по этому пространству. И поэтому мы, значит, внедрили несколько элементов. Значит, во-первых, мы сделали витраж, мы демонтировали часть стены и сделали в ней проем и сделали в этой зоне витраж. Дальше мы внедрили несколько объемных элементов, это, собственно, всего два. Один – это вот эта вот криволинейная перегородка, другой – это перегородка, вот эта вот прямолинейная, которая разделяет кабинет и переговорную зону. Значит, мы здесь пользовались, мы стараемся во всех наших объектах реализовать концепцию так называемого свободного пространства, свободной планировки, которая открыл, собственно, модернизм в начале 20 века. Вот, для того, чтобы это сделать, мы каждый объемный элемент выделили своим материалом. Выделили своим материалом. Значит, криволинейная перегородка, она у нас стала деревянной, а перегородка прямолинейная, мы сделали ее в таком металле, холоднокатанные стальные листы, они имеют очень интересную, естественную такую текстуру с какими-то отливами из черного в разные цвета. Это связано с технологией производства этого металла. Вот, нам показалась эта текстура очень интересной. При этом мы сохранили существующему периметру здания изнутри, как бы, да, мы присвоили материал кирпич. Естественно, кирпич был новый, там чуть ли не силикатный и достаточно неинтересный, поэтому то, что вы видите на фотографии, это декоративная плитка по кирпич. То есть, в 96-м году довольно сложно было найти такой материал, но, тем не менее, мы его нашли. Вот, и это было, значит, по сути дела, ну, такой, ну, достаточно, очень высококачественный материал, то есть, если металл и дерево это все делали здесь из подручных средств, то вот облицовка кирпичом, она была, значит, ну, специально такая сделанная под разное, ну, такой подсостаренный, естественного вида кирпича, видите. Вот, значит, немножко мы смещаемся, смещаем ракурс восприятия в этой же переговорной зоне. Значит, мы видим, ну, понятно, здесь визуально мы оставили открытыми, нарочито, как бы, выявили приборы отопления, которые заказали индивидуальный, ну, такой серебристый цвет. Значит, между кабинетом и переговорной, я вам на плане показывал, вот существует в этом, значит, в этой перегородке существует окно, значит, в это окно вставлено стекло, которое по нажатию кнопки становится или матовым, или прозрачным, да, то есть, тогда это тоже была такая новинка, новшество, поляризованное стекло. Изнутри переговорной зоны это стена, а изнутри кабинета это стеллаж с книгами. Вот, значит, переговорную зону от зоны вейтинга, вот вы видите зону вейтинга, разделяет сдвижная стеклянная трансформирующая, трансформируемая перегородка. В обычном случае она существует как просто стекло со стеклянной дверью, или она может быть полностью сдвинута и запаркована вдоль стены, и тогда эти два пространства могут функционировать как единое пространство. И вот вдали мы видим тот витраж, сквозь который просматривается лестница. Значит, в переговорной мы поставили, ну, достаточно брендовую мебель компании Vitro. Это классика мебельного дизайна, и нам казалось правильным, что на контрасте с такими бедными, как бы грубыми, handmade, custom-made материалами, значит, присутствуют такие супер, ну, скажем так, качественные, знаковые, известные в мире дизайна объекты интерьера. Вот мы проходим, выходим из переговорной зоны, вот и видим зону вейтинга. Собственно, с левой стороны стоит диван, мы более крупно видим витраж, сквозь который просматривается лестница. Про лестницу я расскажу чуть подробнее. Значит, в зоне кабинета и переговорный потолок подшивной, гипсокартонный, пониженный, а в зоне вейтинга мы сохранили существующие плиты, перекрытия, вот, ну, буквально там сделали пропитку, так сказать, защитную пропитку и сохранили их в естественном виде. Вот, в целом это пространство, здесь есть некие реминиценции на то, что это уличное пространство, потому что вот в зоне витража мы разместили такой газон, это, естественно, это не просто там зеленый коврик с зелеными пластмассовыми, так сказать, листиками, да, которые часто бывают, как имитация газона. Это мы нашли естественный такой, естественно, заморенный газон, который не подвергается, не стареет, короче говоря, не требует ухода. Но это фрагмент есть, ну, как бы, настоящего озеленения, настоящего природного происхождения, вот, в который вставлен такой вот декоративный светильник, который часто встречается в парках, ну, то есть, как элемент наружного такого освещения. Вот, и мы видим, что вот этот вот элемент деревянная перегородка, перегородка, за которой сидит два секретаря, значит, она выходит из пространства вейтинга и в пространство лестницы, то есть, когда человек поднимается по лестнице, его, как бы, этот элемент встречает, и когда он открывает дверь, как бы, приглашает внутрь, то есть, он объединяет своей формой все три пространства, и лестницу, и вейтинг, и кабинет. Значит, лестницу, мы демонтировали существующую на тот момент достаточно грубую лестницу в металле, которая была сделана, такая достаточно неинтересная, и предложили другую конструкцию, значит, это бетонная складка, которую мы законструировали самостоятельно, значит, толщиной где-то порядка 8 сантиметров, значит, в стену были заделаны такие вот элементы, консольные элементы балки, вот, я их показываю сейчас, и сама, скажем так, вот эта оболочка лестницы, она опирается на эти балки и полностью оторвана от стен и от перекрытий. Вот, у нас даже есть кадр, где лестница, висящая над перекрытием, вот, она стала, этот кадр, он стал заявкой, заставкой одной из обложек проекта, журнала «Проект Россия», архитектурного журнала «Проект Россия», там, 90-е годы, как попал на кавер, как символ, как бы, авангардного подхода к архитектуре, лестница, которая не опирается на перекрытие. Значит, ограждение, лестница индивидуального изготовления, значит, стойки и, ну, вот эти вот, горизонтальные ригели, значит, они из крашеного металла, опор очень из нержавейки, при этом тут достаточно сложные сопряжения, сборные, не, не шлифованные, как это часто бывает, то есть, ну, два уровня сложности и качества, скажем так, металлических изделий, то есть, самый дешевый и простой способ, когда они варятся по месту, там, зашлифовываются и соединяются, и другой способ, когда это набор сборных элементов, которые на месте привозятся и только собираются, то есть, качество этих изделий, га, существенно выше становится. При этом лестница, она, как бы, закручивается, ну, в объеме, в уровне трех пространств, она, как бы, такой является, закручивающийся такой элемент, поскольку он обгибается от существующего витража, кстати, вот, от сделанного нового витража, кстати, вот мы видим этот вот витраж, который, вот здесь вот снизу видно площадка, внизу тоже такой элемент, как бы, благоустройство озеленения, в данном случае он выполнен так, достаточно аскетично, но, тем не менее, это некая точка, к которой притягивается глаз, когда человек спускается сверху вниз, например, вот, как мы видим вот на этом кадре. Другой объект, значит, все объекты, как правило, у нас разные, мы не используем какие-то, ну, одни и те же материалы, хотя у нас есть материалы, которые нам нравятся, которые мы используем чаще, но, тем не менее, мы стараемся под каждого заказчика искать именно его собственный стиль, как бы, принципом, который отличает нашу архитектуру, является просто наш подход к пространственной организации. Значит, соответственно, вот другой объект совершенно, да, то есть он, это офис компании Life, финансовой компании Life, значит, но они хотели себя позиционировать не как стандартный банк, а как некое креативное агентство, они, значит, и, так сказать, попросили нас сделать такой креативный интерьер. Значит, вы его, как бы, в самой идее этого интерьера мы отталкивались от дизайна самого логотипа компании, как бы, от некого фирменного стиля, у них была такая вот, вы видите, на слайде, значит, такая лапка пятиконечная, как бы лапка, желтенькая, как символ, как логотип компании. Вот, значит, что из себя представляло существующее пространство? Это достаточно небольшое тоже пространство, площадью 300 метров, прямоугольной формы, значит, вход находился вот в этой зоне. Понятно, что любой офис, он ставит перед собой задачу, любая компания, прежде всего, ну, то есть, стоит проблема между комфортным пребыванием людей, да, и максимально плотным пребыванием людей, да, то есть, вот эту пропорцию заказчик сам для себя определяет, но в том числе определяет с помощью нас, архитекторов. Вот, соответственно, как здесь организовано, значит, на входе устроена зона вейтинга, ой, зона секретаря, зона секретаря и зона вейтинга. Значит, здесь же находятся три кабинета руководителей и большая переговорка. Вот, все остальное пространство, это, ну, здесь в данном случае изолированный кабинет, там айтишники сидели, и вот здесь вот open space, open space, в котором сидят, значит, сотрудники. При этом в центре, в центре расположена некая зона, некая зона, значит, это, ну, как бы кофе-поинт, кофе-поинт, который является такой открытой переговоркой для сотрудников и является местом, где сотрудники могут, ну, и пообщаться, провести какие-то переговоры, ну, и в том числе отдохнуть, попить, попить кофе. Вот, соответственно, все это развивается вокруг вот этого блока с санузлами и гардеробом, который находится на входе. То есть планировка, она предельно функциональная, ну, прям вот люди сидят достаточно плотно, но при этом есть зоны, где люди все-таки чувствуют пространство и где люди, так сказать, есть пространство для общения. Вот мы видим на фотографии вид из зоны вейтинга, который находится вот здесь, вот эта зона вейтинга, и, значит, зона вейтинга и секретаря, и вот этой вот кофе-поинта, она выражена такой индивидуальной перегородкой по нашему дизайну, которую мы сделали из таких пластиковых трубок, из прозрачного поликарбоната, это стандартное изделие, мы просто, ну, увидели его, подумали, что его можно использовать как достаточно интересный материал, который с одной стороны прозрачный, с другой стороны создает такой муар, вот, мы внутрь этих цилиндров мы интегрировали люминесцентные светильники, которые висят на тросиках, которые, ну, на самом деле разного цвета, они еще там красные, синенькие и просто беленькие, да, то есть вот видно оттенок вот здесь вот синенький, лампочка горит, рефлекс дает, здесь красненькая, вот, тем самым мы не загромоздили пространство, это не до потолка перегородка, да, она просто как отдельно стоящая стоит в центре, вот, и в то же время создаем некую приватность в зоне вейтинга и в зоне кофе-поинта. Вот другой кадр, значит, что здесь было еще, значит, специфика этого пространства, значит, почему такой сложный потолок разноуровневый? Вообще-то пространство было изначально низкое, и в нем еще были колонны и балки, проходили балки, значит, соответственно, одной из своих задач мы видели прежде всего это сохранение объема этого помещения, мы считаем это очень важным, вот, и по сути дела потолок сделан таким образом, что везде, где была возможность, были проброшены инженерные сети, инженерные сети, тоже эпицентром инженерных сетей был вот этот блок над санузлами, потому что там была возможность сделать пониженные потолки, вот, расположить там вентиляционное, значит, вентиляционное оборудование, и, соответственно, раздача была из центра к краям в зоны, где находятся люди, да, раздача воздуха. Соответственно, форма потолка у нас тоже получилась в виде такой вот лапки, очень схожей с логотипом, который мы выделили тоже желтым цветом, это самый нижний уровень, значит, подача воздуха идет из-за решеток, из решеток, которые находятся между разным уровнем потолков, то есть за карнизом, вот, тем самым мы, как бы, скрыли все инженерные решетки, да, то есть они находятся за потолками, как бы, в невидимой зоне, вот, и самой конфигурацией потолков мы просто скрыли эти инженерные системы. Там же, где, значит, инженерные системы не проходили, мы сделали уровень, второй уровень потолка, это тот, который проходит под балками, мы видим вот этот белый уровень потолка, а за ним прям вплотную проходит балка, вот мы ее видим, да, то есть, и третий уровень потолка, это уже бетонное перекрытие, которое, собственно, так сказать, ну, уже, который идет выше балок, вот мы его тоже видим. Вот, тем самым получился такой вот многоуровневый потолок, многоярусный, вот, но опять-таки целью этого решения было, прежде всего, сохранить объем помещения, потому что, если бы мы подшили потолок ровно под инженерные системы, то высота была бы уже, ну, неприемлема для такого пространства. Еще один важный принцип, который мы используем, это, скажем так, рисунок потолка у нас не совпадает с рисунком пола, да, мы видим, как бы, что вот эта вот плексиглазовая перегородка, она стоит по своему криволинейному рисунку, потолок наверху имеет свой криволинейный рисунок, а пол имеет свой криволинейный рисунок, да, то есть серая зона – это зона рабочая, функциональная, зеленая зона – это зона, ну, как бы, публичная, общественная, да. То есть здесь тоже полом, здесь есть такое разделение рисунком пола, при этом рисунки не совпадают, и все это создает такую интересную пространственную композицию и интересный эффект. Вот, ну, и, как я уже сказал, очень важно сохранить объем помещения, вот мы видим вид из переговорной комнаты, из одной из переговорных комнат, значит, мы нарочито не доводим перегородки, глухую часть перегородок до потолка, тем самым, да, и используем большое количество стеклянных перегородок, тем самым, находясь в одном конце офиса, ты видишь, ощущаешь все пространство, все пространство, да, и ты видишь всю вот эту вот идею, она очень хорошо считывается вот с потолками, с декоративными подсветками, то есть много воздуха, света, это очень важно для офисных пространств, человек, попадая в это пространство, он сразу считывает, как бы, всю идею, то есть это не просто дизайн на входе, да, какой-то там интересный элемент, а дальше просто обычные пространства идут, это, то есть человек, находясь даже в обычном функциональном пространстве, он чувствует все пространство и всю пространственную идею целиком. Вот, но это уже, собственно, здесь я показываю дизайн самих кабинетов, в зоне руководителей, там были дизайнерские, дизайнерская мебель, вот так вот выполнена переговорка, закрытая большая переговорная комната с такими подвешенными, свободно парящими светильниками, вот, и тем самым, значит, из достаточно обычного, прямоугольного, такого очень, ну, лапидарного, будем так говорить, пространства, стандартного офисного здания, мы сделали, как бы, совершенно уникальный, креативный офис, который, как бы, и сочетается с фирменным стилем самой компании, ну, и создает вот такую атмосферу. Значит, другой объект, который я хочу рассказать, мы делали, ну, это так, вкратце, я просто по некоторым проектам прохожусь, значит, просто достаточно интересный был проект, как я вам уже сказал, наш основной клиент Яндекс, но в середине нашей работы с Яндексом, значит, Mail.ru проводили конкурс на интерьеры своих собственных зданий, своего собственного здания, мы не очень надеялись, что мы победим, потому что вряд ли офис, ну, как бы, Mail.ru и Яндекс, они такие прямые конкуренты, и вряд ли они бы отдали одной и той же компании делать себе офис, ну, как бы, той же компании отдали бы заказ, который делает их конкурентам. Вот, но тем не менее, задача нам показалась интересной, и мы хотели в ней поучаствовать, и нас можете показать вот этот кадр, который дополнительно я хотел показать. Да, я просто хотел показать кадр, значит, что из себя представляет здание Mail.ru, это на Ленинградском проспекте, две стеклянные башни, значит, которые днем выглядят, как такие достаточно глухие параллепипеды, соединенные таким мостиком, но ночью они светятся изнутри и представляют собой, ну, достаточно, могут, могли бы, как нам казалось, представлять собой достаточно интересный такой объект, тем более такого крупного городского масштаба. Давайте вернемся к презентации. Значит, я сейчас, значит, основной идеей решения офисного пространства, значит, в планировочной структуре мы определили, что по углам будут находиться переговорные зоны, вот, но при этом по всем этажам они хотели, мы вдруг хотели, чтобы этажи были типовые, вот. Мы решили этим воспользоваться, но, скажем так, в ней трансформацию в расположение в угловых зонах, в зонах плана, значит, этажа этих переговорных зон, мы предложили переговорные зоны немножко смещать и оснаблить их, вот эти вот пространства закрытых переговорных зон, такой вот декоративной подсветкой, таким образом, чтобы можно было в ночное время, чтобы можно было в ночное время подсвечивать их, и таким образом вместо параллелепипедов в городе бы возникали такие светящиеся живые скульптуры, при этом можно было делать такой какой-то светодинамический сценарий освещения этих объектов и получать вот такую вот уникальную, совершенно получить уникальный объект. Вот, но они от этой идеи отказались, видимо, поскольку с нами контракт был не заключен, вот, но тем не менее, вот эта идея присутствия в интерьере некой крупной формы, которая выходит в том числе и на градостроительный масштаб, для нас достаточно интересна, и я покажу, как мы пытались ее реализовать тоже в Яндексе, то есть мы тогда жили этой идеей, и как-то по параллельно, может быть, это чуть-чуть совпало. Вот, значит, ну я не буду вдаваться в подробности проекта для Майл.ру, значит, здесь понятно, что здесь разрабатывались помимо типовых этажей и общественные зоны, и эти общественные зоны трактовались как городские пространства публичные, да, достаточно, ну такой был интересный и тоже интересное своеобразное предложение по решению общественных зон. Вот, но у него додаваться не было. Я вам расскажу поподробнее про, собственно, про Яндекс. Значит, работать с Яндексом мы начали в 2006 году, причем интересно, что первый офис, который мы начинали делать, значит, это был офис на около 3400 метров, на 400 человек, при этом в тот момент, когда мы познакомились с Яндексом, у них был офис 400 метров, то есть компания из офиса 400 метров переезжала в офис 3400 метров. Значит, в качестве одного из зданий, точнее здания исходного, которое они взяли под аренду, это было существующее промышленное здание, такой красно-кирпичной архитектуры, в одной из развивающихся промзон в Москве. Вот, значит, какие тезисы мы здесь проповедовали? Во-первых, вот тот офис на Новинском бульваре, который был в 1996 году, это был практически вообще, наверное, первый лофт в стране, который был сделан, то есть в то время, в 1996 году интерьерная архитектура была крайне, будем так говорить, бедненькая, и лофт-интерьеры, ну, они на Западе только были, в общем-то, достаточно новым явлением, в 90-х годах они только начинались, хотя уже были развиты, само собой, но у нас это был просто первый интерьер. И потом эта тема стала больше и больше развиваться уже в процессе освоения промышленных зон и в Москве, и в других городах. Вот, поэтому, в общем-то, важным, так сказать, концептуальным элементом при нашем подходе к этому интерьеру, это было взаимодействие как бы с фабричной архитектурой существующего здания. Мы сохранили вот этот вот естественный в данном случае уже кирпич изнутри. Вот, значит, Яндекс перебирался из маленького помещения, и у них был просто страшный голод по каким-то большим пространствам, по open space, много света и так далее. Поэтому, значит, специфика именно этого офиса в том, что много было именно помещение организовано по принципу open space, то есть большие open space были. Вот, компания только начинала развиваться, и, в общем-то, у них не было задачи сделать какой-то представительский интерьер, была задача сделать такой комфортный интерьер, но это было очень крайне такие бюджетные решения, вот, плюс они хотели интерьер насытить зонами спорта, какого-то отдыха, неформального общения и внести какие-то элементы чуть-чуть природной такой среды. Вот мы видим то пространство, которое получилось, по центру стоят, это вот вид на рабочее пространство, по центру стоят стальные колонны оригинальные, металлические, там, с клеемами, достаточно такие, как самостоятельные артефакты. Значит, по центру рабочих зон мы поставили, то есть, с одной стороны, это open space, а с другой стороны, мы все-таки понимали, что, в общем-то, в большом, в гигантском пространстве человеку работать некомфортно, вот, и все-таки это большое пространство при ощущении общего объема надо, как бы, сохранять, как бы, пропорцию определенной внести приватности, поэтому мы разделили это пространство такими полупрозрачными элементами с такими природными орнаментами, на самом деле, это такой, на тот момент, абсолютно новый материал, декоративный пластик, несколько слоев, между которым вот эти вот вклеены вот эти вот натуральные водоросли, натуральные водоросли, вот, мы сделали экраны, экраны, мебельные экраны, тоже на них нанесли принт с такой же тематикой, и, ну, как бы, пытаясь внести сюда, как бы, некий образ все-таки природной среды. Вот мы видим саму планировку, значит, в данном случае здесь тоже все предельно функционально, значит, по периметру вдоль окон располагаются рабочие места, а в центре идут такие вот невысокие перегородки, которые выделяют переговорные зоны, которые располагаются, открытые переговорные зоны, которые располагаются, ну, прямо вот в транзитном пространстве, то есть человек может работать не только в Яндексе, может работать не только за рабочим местом, может работать в переговорке, может работать в любом кресле, которая ему удобна, просто на каком-то диванчике и так далее, потому что все работают на своих лаптопах, в офисе Wi-Fi, и рабочее место не имеет большого значения, вот такая привязанность к рабочему месту. Естественно, наряду с этим есть и закрытые переговорные зоны, но этих пространств достаточно минимальное количество, кабинетов нет практически вообще. Единственное, только кабинеты попросили айтишники, программисты, их мы посадили на мансарду и сделали отдельные кабинеты. И вот мы видим как раз здесь вот фрагмент переговорки, принцип вот этого свободного пространства, что каждая форма выделяется своим материалом, то есть этот же принцип был у нас на Новинском бульваре, этот же принцип был и в Лайфе, и в общем-то во всех практически интерьерах, которые мы делаем, мы пытаемся стандартную планировочную структуру трансформировать по принципу свободного пространства, и каждый объем выделяется своим материалом как форма, не как элемент, ну не как декорация раскрашиваются стенки, а именно форма выявляется материалом. Вот мы видим здесь объем переговорной комнаты, который облицован фанерой, здесь, как я уже сказал, были такие достаточно бюджетные материалы, натуральная фанера и такие цементные листы. Это фасадная отделка, но ее также можно использовать и в интерьере, она достаточно бюджетная, относительно дешевые перегородки были использованы, вот, ну, значит, переговорные комнаты такие полупрозрачные, вот мы видим там стоит мебель, и жалюзи позволяют регулировать приватность этих помещений. Значит, потолки практически везде мы сохранили в уровне существующего перекрытия, кроме центральной зоны, где потолки были сделаны декоративные, такие подвесные, из таких элементов, парящих элементов из просечного металла, за которыми проходят основные инженерные коммуникации. То есть, соответственно, коммуникации проходят по центру и раздают воздух по периметру. Вот, и вот эта вот только зона центральная, она немного прикрыта. Вот мы видим вот эти вот небольшие, высокие элементы переговора, которые отделяют open space от коридора и создают с другой стороны зоны для переговоров. Вот на правом кадре мы как раз видим, да, как существующий потолок, подвесные светильники, металлические колонны. Да, при этом существующий потолок для улучшения акустических свойств мы подшили таким специальным материалом акустическим, который, ну, поглощающим, потому что в офисе очень важно также и, ну, комфортность звуковой среды. То есть, должны быть, помимо жестких, твердых каких-то отражающих материалов, отражающих звук, должны присутствовать мягкие поверхности, поглощающие поверхности, потому что в противном случае сама звуковая атмосфера в офисе будет некомфортной, а здесь мы стремились как бы, то есть комфорт был для них достаточно важным. Вот на правом кадре мы видим блок из двух переговорок, одна облицована фанерой, другая облицована вот этими цементными листами. Ну, такие вот многослойные, получается, создаются пространства. При этом весь периметр мы оставили кирпичным, вот видно, что вот здесь кирпич, вот здесь кирпич. То есть, наружные стены мы оставили кирпичными, как результат взаимодействия с архитектурой самого здания. И вот эти вот просечные потолки, которые создают, с одной стороны, прозрачность, с другой стороны, прикрывают, ну, как бы, немножечко закрывают, вот, не всегда интересную эстетику вот этих вот инженерных коммуникаций. Вот это пространство столовой, значит, это же пространство они планировали использовать как зал для собраний, то есть мебель, она такая легкая, ее можно там переставить, перекомбинировать в разных вариантах, под разные задачи или просто вынести. Вот, значит, это было, да, и вот кадр по мансарде. Понятно, что мансарда это немножко специфическое пространство, там скатные кровли, значит, какие-то балки вот проходили уже настоящие, да, здесь стяжки, которые держат тропильную систему, да, и жесткость в тропильной системе. Здесь более закрытая планировка как раз, но, тем не менее, это все равно не кабинеты, потому что доводить перегородки до потолка мы бы потеряли сразу ощущение объема этого пространства, да, но, тем не менее, достаточно закрытые зоны, уже выше человеческого роста перегородки. Ну, мы позволили здесь себе применить цветные двери, потому что, в общем-то, они мешают, скажем так, работе, не делают помещение красным, но, тем не менее, создают достаточно интересный эффект. Опять же, здесь вот стена облицована такими блоками из этих акустических панелей, вот, но, в целом, интерьер достаточно такой простой, он сделан всего в нескольких, двух-трех материалах, но при этом имеет свое такое достаточно узнаваемое решение. Вот, не закончив еще, по сути дела, офис на самокатной, значит, Яндекс начал делать еще два, еще один офис на двух этажах другой фабрики, которая располагалась неподалеку, площадью 1100 квадратных метров. Вот, значит, при этом они только-только вот заселились в новый офис и уже поняли, как бы, некие какие-то, что ли, минусы или специфику, и уже в объекте на Станиславского они уже немножечко трансформировали задание. Они сказали, что мы бы хотели иметь меньшего размера open space, вот, может быть, чуть-чуть что-то более, более какую-то радикальную дизайнерскую идею или пространственную попросили, вот, и сказали, что им понравилась тема, ну, вот эта природная, зеленая, то есть они хотели бы ее развивать. Вот, соответственно, это новое офисное пространство, которое мы сделали, получило вот такой вот образ, значит, эти перегородки невысокие, которые были в первом офисе, мы их сохранили, но немножко трансформировали, вот эти зоны переговорные сделали более выявленные, больше уделили им места, скажем так, да, то есть немножко поджали рабочие зоны и чуть-чуть расширили общественные зоны, разместив в них зоны переговорок. Вот, планировка план, значит, схема плана, структура, она очень похожа, потому что пространство, которое новое досталось, оно тоже действительно по структуре было похоже, но при этом зоны переговорок, они также прилипают и к окнам, и сама эстетика, ну, как бы построилась на таких более ломаных, скажем так, каких-то более ломаных линиях, которые, стены взаимодействовали с потолком, тем самым получалась как бы некая такая форма, которая из потолка переходит в стены, которые находятся внутри, а между ними находятся вот эти зоны open space уже, которые чуть-чуть, ну, уже которые более маленькие по размеру, меньшие по размеру. Вот мы видим, как бы образец рабочей зоны, здесь тоже потолки, значит, полностью существующие, а подача воздуха идет из-под вот этой вот пониженной зоны в центре. При этом, как я уже сказал, для нас важно вот ощущение большого пространства, поэтому подперегородки, опять же, не доходят до потолка, они не доходят и до стен, то есть тем самым человек ощущает, что вот общий объем, он как бы уходит далеко, и он, ну, как бы ощущение большого общего пространства, оно всегда присутствует, и нам кажется это очень важным. Вот вид из коридора, и где находятся, куда выходят уже закрытые переговорные зоны, на стенах висят доски с фломастерами, потом я расскажу, как мы трансформировали эту идею уже на следующих офисах, в то время еще висели доски. Вот, значит, подача забора воздуха максимально использует вот эти вот щели в потолках, которые являются элементом, ну, как бы эстетическим, но носят и достаточно четкий функциональный, функциональную нагрузку несут, то есть нам не надо в этом случае выварить решетки в плоскость с потолком, то есть мы можем забор делать из-за потолка, как бы. Слева мы видим рецепцию, и вот как от зоны рейтинга, как развивается перспектива офиса вглубь. Значит, практически даже еще только-только они поселились в третий офис, вот этот офис на Станиславского, как начали искать сразу же уже настоящую штаб-квартиру, порядка 30 тысяч метров. И они выбрали здание, а нет, пардон, поменьше, вот 20 тысяч метров, а 20 тысяч метров это было только офисов, здание было по 30 тысяч метров, вот 20 тысяч метров офисов, уже начали искать здание, нашли такое здание в центре Москвы, новый офисный центр, и мы начали делать для них проект. Вот, значит, здесь уже, опять же, они стремились, как бы, опять собрать то самое лучшее, что было в двух предыдущих офисов, то есть они сказали, нет, наверное, нас не устраивают вот эти острые формы, давайте попробуем что-то более мягкое, такое природное, уютное, то есть у них появилась тема уют, как бы он стал превалировать над всем, и мягкость такую, они захотели мягкости. Вот, природные образы они тоже захотели сохранить, вот, и здесь вот мы в этом здании, значит, здание было достаточно специфическое, то есть несколько этажей, 4 этажа, в центре большой атриум, в центре большое атомное пространство, поэтому именно здесь им первый раз мы предложили вот идею вот таких вот, да, но сейчас два слова скажу просто про немножко функционал, да, то есть вот эта входная зона, зона рецепции, здесь уже зона вейтинга какая-то за рецепцией, вот в этой зоне в атриуме предложено было устройство такого парка и большого общественного пространства с водой, с какими-то переговорными зонами, мягкими зонами, есть закрытые переговорки для официальных переговоров, вот, значит, здесь пространство столовой, здесь пространство столовой, ну, все остальное это, по сути дела, офисная часть уже, такая рабочая зона. Значит, мы, собственно, здесь предложили первый раз структуру вот этих вот крупных объемов, которые впоследствии вот хотели еще больше, в большем масштабе попробовать реализовать на объекте Mail.ru, но вот эта идея впервые родилась здесь, то есть мы видим, что по периметру, вот я показываю план типового этажа, мы видим, что по периметру здесь расположены достаточно плотные функциональные офисные пространства, при этом эти open spaces, они еще меньшего размера, то есть на группах где-то порядка 10-12 человек, и, соответственно, вот эти вот зоны переговорок, которые тяготеют к атриуму, каждый из них имеет, они выделены как бы материалом таким, лемех, здесь появилась идея деревянного лемеха, облицовки деревянного лемеха, то есть мы помимо имитации как бы природных материалов, хотели уже применять сами природные материалы, вот, значит, они тяготеют к атриуму, и когда человек попадает в атриумное пространство, он должен был видеть вот эти вот объемы, которые на все этажи пронизывают, то есть являются такими крупными формами, пронизывают эти этажи, вот, что создавало достаточно интересный такой пространственный эффект. Вот мы видим схему разреза, и вот этот вот лемехом выделены объемы, которые стоят от первого этажа до самого верхнего этажа, и очень хорошо воспринимались бы из атриума. Входную зону мы предлагали такую сделать достаточно активную. вот это вот центральное пространство парка и переговорных зон атриума с такими летящими парусами, легкими какими-то растянутыми элементами, через которые попадает много света и создает ощущение легкости, динамики, то есть немножко мы хотели смягчить вот этот вот жесткий офисный интерьер, который нам достался в качестве исходных данных. Вот, при этом сами этажи, вот здесь вот впервые появляется идея лемеха, мы видим на визуализации, и мотивы как бы природные мы еще больше как бы артикулируем, вводя индивидуальные принты в покрытие, напольное покрытие в ковролин, в данном случае, видите, вот этот этаж был посвящен осени, при этом, да, при этом была навигация по этажам, мы ее предлагали так немножко менять гамму, ну, ассоциативно со временами года, там зима, лето, осень, весна, вот это была вот, идея была для, так сказать, осеннего этажа, вот, при этом те зоны, рабочие зоны, которые изолированные были, выделясь стеклом, то есть мы предлагали решать в виде таких индивидуальных принтов, обеспечивающих такую полупрозрачность, полуприватность этих помещений, все же таки визуальную, и в то же время прозрачные, но тоже с таким вот декоративными элементами. И как третий элемент, такие полупрозрачные уже, просто ширмы, перегородки, которые, ну, такие вот палочки, которые прорастают как бы из пола. Вот идея была для принта, для переговорок. Собственно, вот эти вот переговорные комнаты, которые появились, они стали такими более плавных форм, при этом это были не всегда переговорки, это могли быть и лаунж-зоны, потому что, как я уже сказал, в Яндексе люди не жестко привязаны к своим местам, очень много людей работает просто, вот он схватил компьютер, упал, где ему удобно, и лежит, работает, или сидит, работает. Вот поэтому, помимо стандартных рабочих мест, они стремились создавать, ну, такие какие-то неформальные рабочие места, да, в данном случае вот это такая лаунж, не переговорная, собственно, какая-то некая лаунж-зона, которую также можно использовать как рабочую зону. Ну, это другой вариант, уже более деловой переговорки с проектором, с экраном, там, и так далее, да, то есть уже такая более бизнес-переговорка. Вот, но, к сожалению, нагрянул кризис, это был 2008 год, значит, цена аренды недвижимости там резко в очередной раз упала, и владельцы вот этого здания, в котором они договорились, они не захотели понижать стоимость, в результате чего Яндекс вынужден был отказаться от этого здания и искать себе новое пространство. То есть, по сути дела, практически они уже в предыдущем здании уже начали ремонт, уже вышел подрядчик на стройку, начал делать первые черновые работы, и вот это все произошло, они все остановили, некоторое время был переговорный процесс, потом они поняли, что не получается договориться с предыдущим владельцем, и они приняли решение уйти из этого здания, и нашли другое на Красной Розе, собственно, это здание, в котором сейчас находится штаб-квартира Яндекса. Значит, первый этап был 15 тысяч метров, здание, естественно, было совершенно другое, оно уже не имело такого большого атриума, но, тем не менее, предыдущий проект им достаточно понравился, и они попросили нас сохранить основные решения, как бы функциональные и дизайнерские, такие, которые мы применили на Татарской, вот, это тоже было старое промышленное здание, но уже такое сильно реконструированное, с надстройками, современными такими вкраплениями, вот, значит, они еще больше захотели сделать акцент на таком домашнем уюте и неформальности, как бы своих офисных пространств, вот, и больше, еще больше упор на естественные материалы, на естественные материалы. Вот мы видим входную зону, входную зону, она более-менее во всех офисах приблизительно решается у нас одинаково, мы уже вырубили некий такой фирменный стиль для Яндекса, где на главной рецепции есть слово Яндекс, фигурирует вот эта желтая стрелка. Вот, значит, конечно, очень много зависит от того исходного пространства, с которым мы работаем, да, то есть в данном случае, если предыдущее здание на Татарской, оно было приспособлено для, и, собственно, запроектировано для одной компании, да, потому что у них есть целое общее пространство, где люди могут общаться, коммуницировать, значит, люди видят друг друга на этаже, видят люди друг друга на разных этажах, да, то есть это здание было спроектировано под аренду многих маленьких, большого количества маленьких компаний, да, то есть рассредоточенные лестницы, коридор по центру и много маленьких офисов, грубо говоря, направо-налево. Вот, и в некотором смысле это здание, оно не совсем подходило и подходит для Яндекса, для аренды, во-первых, одной компании, для Яндекса в целом, как такой компанией неформальной, которая, так сказать, хочет каких-то больших, ну, как пространств, пространств для общения людей и пространств для работы, коммуницирования. Вот, поэтому мы, нам пришлось как бы в некотором смысле бороться с исходной планировочной структурой, мы всячески старались избежать вот ощущения коридорного пространства и вообще понятия коридора как такового. Поэтому в данном случае мы вот эти все функциональные блоки, значит, которые, в которых располагаются переговорные комнаты, вот мы видим, да, например, объем, в котором две переговорки, значит, дальше в этих блоках располагаются санузлы и кофе-поинты, это был другой-другий ассортимент блоков, которые, да, значит, вмещают в себя такие закрытые пространства, вот, и кардиробы, значит, сохранили вот эти вот маленькие невысокие перегородки, которые, ну, прикрывают, скажем так, открытые рабочие зоны, при этом мы видим, да, что открытая зона, которая выходит в коридор, она чередуется с закрытой зоной, которая тоже выходит в коридор, но она выходит на стеклянными перегородками, то есть, тем самым, все-таки они, как бы, бьют вот все это на такие более мелкие блоки, и, как бы, открытые чередуются с закрытым, закрытый, открытый, то есть, вот, идет, как бы, вот такая череда, но при этом все ощущение open space, оно все равно сохраняется, вот, это связано также со спецификой Яндекса, то есть, они работают проектными командами, то есть, они под какую-то задачу формируют проектную команду, это проектной команде дают какое-то пространство, и эта команда внутри этого пространства начинает работать, вот, и, как правило, эти команды, там, порядка 10 человек, там, плюс-минус, вот, ну, 10-15 человек, да, то есть, понятно, что размеры тоже бывают разные, вот, тем самым у нас образовалась, как бы, такая вот структура, где по центру располагаются вот эти вот функциональные блоки, на перекрестках мы, как бы, организуем расположением этих функциональных блоков, мы, как бы, организуем движение так, чтобы люди могли, так сказать, расходиться и, как-то плавно тут, вот, передвигаться между, так сказать, работ по этому пространству, при этом не было ощущения коридора. Вот, значит, мы сохранили кирпич как материал, мы использовали лемех тоже как природный материал в отделке вот этих переговорок, при этом в этом офисе мы использовали, естественно, вертикальное озеленение, тоже достаточно была, ну, появившаяся только что новая, в то время новая тема, Яндекс в большом количестве, как бы, стал применять это вертикальное озеленение вот на этом офисе, вот, мы использовали нестандартные светильники, я их сейчас покажу, и разные типы, да, вот, шторы для обеспечения приватности этих переговорных зон, и что тут, да, и по-прежнему остались вот эти вот экраны с природными мотивами. Вот структура плана, собственно, темно-фиолетовым показаны полузакрытые пространства за стеклянными перегородками, голубенькие и светлые, это чистые open space, которые в коридоры выходят, вот, и вот эти вот зоны уже коричневые, это зоны переговорных комнат разного размера, разного формата, ну, вот, где-то в одном блоке одна располагается, где-то две располагаются, вот, и блоки вот этих вот кофе-поинтов, ну, тире санузлов, гардеробов, которые, вот, три в данном случае, да, то есть в каждом крыле по одному блоку такому. То есть план получается достаточно структурный, вот, а центром является вот это вот транзитное пространство, зеленое, но, как я уже сказал, мы всячески хотели уйти от ощущения коридора. Вот мы видим, да, при этом Яндекс настолько заботится о своих сотрудниках, они позволяют им делать все на рабочих местах, поэтому каждый сотрудник, помимо того, что, ну, попадая на рабочее место, он сразу начинает как-то все это обустраивать какими-то своими шариками, пытается максимумом занять пространство, им разрешено вообще двигать столы, передвигать, ставить их в любое место, где им удобно, вот, они могут взять светильник из коридора, притащить к себе, если он им нравится, там, вот, кто-то взял, вытащил светильник из коридора, поставил себе около рабочего места, то есть в этом смысле, как бы, есть определенный хаос, да, при этом, вот, я еще обращаю внимание, вот, появились такие перегородки, невысокие, но они уже те же самые, которые были на Самокатной и на Станиславского, но они уже стали сверху зеленые, то есть уже появилось большее количество естественного озеленения появляется, да, это и вертикальное озеленение, сейчас покажу, и вот естественное озеленение, вот такой вот, такие кустики, которые тоже являются, значит, этими, такими ограждающими элементами, да, по-прежнему эти невысокие перегородки ограждают зоны переговоров, которые находятся в коридоре, да, вот в этом проходном пространстве, вот мы видим уже реализацию идеи такой лаунж-зоны или неформальной переговорки, при этом мы использовали здесь остепление, витражные перегородки, гнутые по одному радиусу, то есть на базе одного радиуса, то есть мы сделали одну матрицу только, или даже использовали существующую, которую компания имела, и на ее базе произвели как бы эти все элементы, вот, а приватность обеспечивается двумя слоями штор, двумя слоями штор, что превращает это пространство не просто там в переговорку, а в такую прям, ну, практически домашнюю зону, светильники здесь с абажурами, что тоже создает такой дополнительный элемент эффекта уюта. Вот, значит, это уже такая, это зона такая более официальных переговорок, то есть когда человек попадает на официальные переговоры, его сразу на лифте поднимают на этот этаж, здесь еще одна рецепция, и здесь вот мы видим как бы закрытые переговорные комнаты для внешних переговоров. Вот, значит, ну такая динамичная композиция, здесь больше пространства в холле, и мы для, в качестве отделки стен, мы использовали такой мягкий тоже поглощающий материал, нетипичный для стен, то есть, в принципе, он является, по большому счету, напольным покрытием, но мы его проделали эксперимент и применили на стены, и, в общем, всем понравилось. Да, при этом вот эти вот, здесь уже появляется лемех, деревянный лемех, как естественный природный материал, вот мы видим фрагмент коридорного пространства, значит, мы видим вот здесь зона, рабочая зона закрытая, значит, объемы переговорных комнат, которые облицованы лемехом, и таким деревянным гонтом, да, гонт, наверное, крайне называют деревянным гонтом, и вот большие фрагменты вертикального озеленения, ну, понятно, что вертикальное озеленение – это некое специальное устройство, к нему подводится там вода, из него делается дренаж, то есть, ну, то есть, это требует, это не просто там прибил на стенку, и все, и оно растет, то есть, надо там, как бы, определенные мероприятия провести. Значит, они сами разработали вот такую систему навигации, потому что, вот вы видите, да, что вот здесь вот видно направление движения, то есть, сюда идет к лифту, там, сюда идет, там, переговорка такая-то, вот на этих вот торцах подвесного потолка, в отверстиях, значит, они использовали их для навигации. Это Артемий Лебедев их сопровождает по график-дизайну и по фирменному стилю, и он, как бы, придумал такую навигацию. В некоторых случаях она мне не очень понравилась, там, в других элементах, но в этом вполне тактично. Вот, потолки тоже оторваны от основного, подшивные потолки имеют отверстия, прорези, то есть, и декоративного плана, туда оттапливаются светильники, и функционально, вот так сказать, за ними располагаются инженерные системы, и эти, как его, ну да, инженерные системы, и могут встраиваться светильники. Вот мы видим, что потолок, он не доходит до переговорок, и тем самым элемент переговорных комнат, он, как бы, проваливается сквозь потолок, и такая возникает воздушность, потому что здесь тоже не хватало немножко высоты, но вот за счет вот такого решения, когда потолок не ограничивает восприятие пространства, то есть, вот за счет вот этих щелей и больших отверстий, ты, как бы, ощущаешь, что пространство все-таки выше, то есть, и везде, где была возможность, понятно, что за этим потолком скрываются инженерные системы, вот, но везде, где была возможность приподнять этот потолок, мы его приподнимали, ну, как бы, точнее, делали отверстие, чтобы ощущение общего пространства, оно, большого пространства оставалось. Вот, ну, вот, навигация на колоннах как раз мне не очень понравилась, но вот мы видим, как бы, характер пространства, вот мы видим зеленую стену здесь и так далее, то есть, в принципе, такие достаточно плавные, уютные, ну, мягкие такие пространства. Вот, ну, Яндекс развивался, значит, не только мы проектировали для Яндекса, но все штаб-квартиры, все самые большие объемы проектировали именно мы, вот центральные его и их офисы, в этом смысле нам, может быть, меньше повезло, потому что некоторые наши коллеги, они проектируют для Яндекса региональный офис, и они этим офисам меньше внимания уделяли, они там могли больше оторваться, вот здесь же они нас мучили, там, уютом, вот, но это тоже хорошо, и мы стараемся максимально соответствовать, так сказать, не дизайн ради дизайна, а сделать именно такой дизайн, который будет нести те качественные, ценностные характеристики, именно те, которые ставит перед нами заказчик. Вот, значит, Яндекс, значит, они постоянно расширялись, после 12 тысяч метров появились задачи, то есть, то это вот КР-2, очередь КР-2, Красная Роза-2, значит, они начали проводить конкурс на Красную Розу-3, еще 15, там, 13 тысяч метров. Значит, конкурсным предложением было, значит, задачей для конкурса была идея формирования общественного пространства, там, входной зоны и такого амфитеатра для сбора сотрудников Яндекса, для проведения каких-то общих собраний, конференций. Вот, значит, мы сделали такое предложение, я не буду про него подробно говорить, это вот идея оформления, там, вот этого центрального пространства с амфитеатром, но они потом от нее отказались, отказались и, собственно, не реализовали ее, не реализовали, но результатом, значит, стал победой в этом конкурсе стал наш заказ, мы получили заказ на Красную Розу-3, вот эта вот входная зона уже в КР-3, собственно, все принципы, которые были применены в КР-2, эти пространства, они друг к другу непосредственно примыкают, и одно является продолжением другого, но, тем не менее, они хотели его делать так же, в буквальном смысле, но какую-то преемственность, естественно, хотели получить. Вот, значит, что решили добавить, как бы, в общую структуру, вот, как бы, мы видим, план, это очень похож на предыдущий, но, собственно, это продолжение того же комплекса, вот, значит, что мы, собственно, предложили, мы предложили усилить разницу в этажах, потому что в предыдущей очереди, в предыдущей очереди все этажи были сделаны однотипно, и иногда даже сложно было понять, на каком этаже ты находишься. Поэтому мы здесь, в данном случае, сохранив вот эту вот идею вертикальных элементов, каждый из которых выделен своим материалом, мы предложили также еще идею дифференцировать этажи по цветовой гамме, это то, что мы еще предлагали на татарской, да, по цветовой гамме. Тем самым, в плане, находясь человек в пространстве, он сразу понимал, где он находится, в какой части здания, потому что он понимал по вертикали, так сказать, как эти элементы структурированы, да, то есть вот, условно говоря, эти элементы, они, ну, то есть, каждый имеет свой материал, и поэтому, находясь около того, в той или иной части комплекса, ты сразу понимаешь, грубо говоря, ну, в южном или северном крыле, там ты находишься, этого комплекса, плюс, в зависимости от гаммы, ты понимаешь, на каком этаже ты находишься. Вот, при этом еще больше, да, на предыдущем Яндексе они применили интересные инженерные решения, это были холодные потолки на КР-2, холодные потолки на всей площади гипсокартонных потолков, это охлаждающие, были устроены охлаждающие поверхности, вот, они довольны применением этого решения, но в КР-3 решили этого не делать, решили этого не делать, немножко упростить себе задачу и технологические, вот, ну, то есть, они пробовали, нельзя сказать, что им это не нравится, им это нравится, вот, но на КР-3, не знаю, то ли финансовый вопрос сыграл, то ли что, значит, они от этой идеи отказались, но они попросили еще больше озеленения, значит, вот эти вот транзитные пространства стали еще более активные такие, активные, динамичные, при этом сами переговорки стали такие более дизайнерские, поскольку каждый стал в своем каком-то материале и в своей какой-то идее, да, решение. Вот мы видим переговорку, которая решена в виде, так сказать, полностью зеленой стены, да, зеленой формы такой, при этом эти формы, они стали, тоже стали, ну, они остались более округлыми, но если в КР-2 они были такие цилиндрические, да, вертикальные стены, хоть круглые в плане, но вертикальные, здесь они еще и стали формами такими, да, то есть как шарики такие чуть-чуть объемными стали, вот, это лаунж-зона, то есть этот, это решение, это вот этот офис, он уже такой более такой дизайнерский, они нас меньше чуть-чуть мучили, потому что они даже строят этот офис, они не понимали еще кто будет в нем сидеть, поэтому делали его более нейтрально и дали нам больше возможности более активный дизайн какой-то такой применить. Вот, это, там, лаунж-входная зона со скамейкой, с мягкими пуфиками, которые разворачиваются и можно в разные стороны развернуть с зелеными, тоже фрагментами зеленых стен. Вот, большое количество таких переговорных зон, которые формируются просто мебелью, то есть высокие спинки кресел, они позволяют, как бы, иметь такую относительно приватную маленькую зону переговоров, там, на двоих человек, на четверых человек. Вот, это кофе-поинты, кофе-поинты у них, ну, как я уже говорил, по этажам расположены такие маленькие мини-кухни, там есть специальный персонал, который заполняет эти кухни содержимым, держит их в порядке, вот, люди могут просто прийти, там, попить в любое время кофе, чай, там есть какие-то конфеты, сушки, там, не знаю, ну, то есть какое-то что-то, с чем можно перекусить, вот, там есть СВЧ, где можно что-то подогреть, вот, и в данном случае мы видим переговорку, точнее так, это мини-кофе-поинт, который выделен вот таким вот, полупрозрачная такая текстура из брусков, деревянных брусков объемных, с наружной стороны витражной перегородки. Вот мы видим, как это выглядит с наружной стороны, то есть изнутри это более прозрачный вид, как бы наружу, изнутри наружу, а снаружи ты смотришь, он почти глухой такой объем, но тем не менее видно, что он прозрачный, ты что-то там можешь взглядеть. Вот другой дизайн переговорок, переговорной комнаты, это уже такая более деловая переговорная, понятно, с такой качественной мебелью, акустические такие тканевые панели по периметру, индивидуальные такие полуматовые витражи, вот, несколько уровней потолков, при этом вот этот верхний уровень это акустический гипсокартон, вот, опять же, такие плавные линии, плавные линии, вот, и абажуры, как символ такого уюта, все-таки объединение людей, которые сидят за столом. Вот это слева мы видим другой тип отделки, это такие вертикальные деревянные доски, грубо говоря, грубо обработанные, это все индивидуальные отделки, мы, ну, помимо каких-то распространенных материалов, мы иногда и часто и стараемся применять такие материалы, как бы, ну, уникальные, да, художественные, что ли, руками сделанные, но для нас, нам кажется, это тоже важно, чтобы это ощущение тоже тепла, что что-то сделано руками специально для этого офиса, для этого места, вот, такие вкрапления, таких элементов нам кажется тоже важным. Вот, это лифтовые холлы, они такие более жесткие, но, тем не менее, тоже, как бы, здесь присутствует и кирпич, как исходный наружный материал наружных стен, вертикальное озеленение, значит, есть элементы такие скругленные, то есть, в принципе, достаточно, с одной стороны, все просто, с другой стороны, все не очень просто, тут светящиеся панели между дверей лифтовых, вот, на них кнопки расположены, ну, то есть, есть вот такие изделия, которые требуют специальной, как бы, проработки. Вот, вот еще один элемент, переговорная комната, да, где мы использовали такое покрытие, такое мягкое покрытие, в общем, тактильно достаточно интересное тоже. Вот, еще один вариант, вот здесь, вот, в том случае, это просто шкафы, эти шкафы пока не заполнены книгами, там, или какими-то папками, но, в принципе, это переговорка, которая обстроена полностью шкафами и тоже представляет собой такую полуобъемную, полупрозрачную структуру. Значит, мы применили здесь индивидуальные светильники, специальные custom-made светильники российской фабрики, с которыми мы разработали несколько типов таких вот криволинейных светильников, и мы эти светильники применили даже в рабочих зонах, то есть, если раньше мы в рабочих зонах применяли, ну, такие относительно стандартные, офисный такой свет, а мягкие светильники индивидуальные применяли больше в переговорных комнатах, то здесь мы даже в рабочих зонах применили вот эти вот светильники. Вот мы увидим, как бы, вариант взаимодействия с переговорной комнатой, и вот этого транзитного коридорного пространства, ну, пространства не коридорного, но транзитного, да, коммуникационного, который пойдет по центру. Вот другая переговорная, кстати, еще один тип материала, это такие стеклопрофилитовые элементы, которые раньше использовались на троллейбусных остановках в Советском Союзе, но сейчас они, ну, как бы, это и довольно интересные фасадные, на фасадах их используют, и также в интерьерах мы их предложили, вот мы видим, как они выглядят в интерьере, как такая полуматовая, полностью светопрозрачная такая стена. Ну, не буду здесь подгружаться в структуру плана, она очень похожа с той, которую я уже рассказал. Скажу только, что вот на первом этаже располагается такая дополнительная конференц-зона, которая работает, ну, как бы, отсечена от общего входа в здание и может функционировать как самостоятельная. И она вводилась чуть позже, чем все остальное, и чуть-чуть уже имеет другой дизайн, да, то есть они постоянно что-то, и мы развиваемся, и они развиваются. То есть это было, как бы, уже продолжение этой третьей очереди, но оно там с разницей в полгода, может быть, да. Вот мы видим эту конференц-зону, ну, один из конференц-залов. Вот, там было изначально такое непростое пространство, вот мы его сделали скругленным, с верхним светом. С такой декоративной стеной. Вот, это один конференц-зал. Вот, и вторая конференц-зона еще другого, еще большего размера. Значит, это у нее свой рецепшн, она такая чуть-чуть более динамичная, чуть-чуть более такая, еще более дизайнерская. Ну, вот мы видим схему план, например, сейчас вернусь. Вот крафт, это рисунок пола, да, рисунок пола. Ну, в принципе, вот все в точности, как здесь вот сейчас на плане нарисовано, мы это видим в рецепции. Вот здесь зона рецепции, здесь зона гардероба, там туалет, это люди ходят, вот здесь зона такого кофе-поинта, кофе-поинта. Ну, и, собственно, этот зал, в него можно найти со стороны кофе-поинта и можно зайти от входа. Вот мы видим зону рецепции при входе. Вот справа шкафы, вот эти шкафы, это шкафы гардеробные как раз. Это зона кофе-поинта, кофе-брейков. Не кофе-поинта, кофе-брейков, правильнее сказать, да, потому что, как правило, по минутам между конференциями люди должны что-то перекусить, пообщаться неформально. Здесь те же самые абажуры присутствуют, но все это так еще более, может быть, так, поскольку это не рабочее пространство, где люди находятся постоянно, а такое, куда люди приходят и уходят, мы позволили себе его сделать более таким, еще более контрастным. Вот те же самые элементы из лемеха, естественно, преемственность между разными зонами и очередями, она присутствует. И вот, собственно, сам зал. Вот, значит, по центру пространства, ну там, звукорежиссера или там, человека, который, скажем так, технически сопровождает весь этот процесс. Значит, здесь такие же потолки, как во всех зонах с такими большими отверстиями, но они заполнены такими акустическими панелями, и как будто некая форма вылезает из другой формы. Вот, все это решено достаточно в таких ярких цветах, но когда, как ни странно, когда этот зал заполняется, в общем-то, понятно, что стулья, они приглушаются, и, ну, как бы, нет такой вот пестроты, но, тем не менее, вот три фирменные цвета Яндекса, это белый, черный, красный и желтый, как бы, они присутствуют. Но здесь вот даже акцент сделан на желтом цвете. Вот, ну, Яндекс получил множество разных наград в разное время, я даже не буду их все перечислять, это просто вот некоторые, да. То есть это действительно была большая работа с этой компанией на протяжении, ну, уже десяти лет. Общение, обмена опытом, наращивание, ну, как бы, каких-то трансформаций. В общем, достаточно интересный творческий процесс. Я думаю, что Яндекс тоже доволен своим офисом, и мы довольны тоже этим общением. Это был, ну, такой достаточно интересный эксперимент. Было интересно видеть, как компания растет, причем растет каких-то непредсказуемых, даже для самой себя о каких-то размерах, да. То есть, начиная с 400 метров, они в конечном счете дошли до офиса, там, 30 тысяч метров, и это их не последний офис. То есть у них есть еще штаб-квартиры в разных городах, в разных странах и так далее, да. Вот. Приятно видеть, что за это время в этой компании одни и те же люди, что, значит, дух и коллективный, и вообще атмосфера очень приятная, поэтому с нами, вот, с ними было очень приятно работать. Вообще, как бы, по сути дела, нам даже не заказывают обычные офисы, нам заказывают изначально какие-то креативные пространства, вот, потому что, ну, или там, где требуется, в общем-то, какой-то, ну, именно индивидуальный дизайн, где дизайн является, где дизайн является, как бы, способом идентификации компании, да, то есть фирменный стиль, дизайн, и, так сказать, мы создаем пространство для компаний, которые, да, хотят иметь свои индивидуальности, хотят, чтобы их интерьер, их офисы был, как бы, тоже конкурентным преимуществом для того, чтобы привлекать, как бы, лучших сотрудников, чтобы сотрудникам было комфортно, вот. Ну, как бы, это, в общем-то, достаточно понятные общие цели, но, тем не менее, как ни странно, общаясь с разными компаниями, они, вроде бы, общие, но, на самом деле, не общие, то есть все по-разному к этому относятся, ну, вот, получилось так, что мы специализируемся на каких-то креативных офисах, вот, естественно, они все это обживают, я вам сейчас показывал, как бы, такие более архитектурные съемки, на самом деле, это пространство гораздо более живое, там стоят глюмаки, вот мы видим тут фрагментами, да, там есть зоны для спорта, есть зоны, ну, какие-то, совсем какие-то безалаберные, да, которые они уже заполонили и насытили собой, таким, до такой степени, что это уже какой-то хаос, с моей точки зрения, как архитекторы превращается, ну, приходится с этим мириться, потому что вот так они живут. Вот, спасибо за внимание, значит, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием постараюсь ответить. Антон, спасибо вам за очень интересную лекцию, спасибо, что поделились опытом. Коллеги, если есть у кого-то вопросы, пожалуйста, задавайте, ну, или если вдруг они появятся позже, пожалуйста, мы на связи, Антон тоже, пожалуйста. Ну, вот, все пишут спасибо. Да, еще раз я присоединяюсь, была очень интересная лекция, всем хорошего дня, у кого-то день уже близится к концу, у нас еще только начало. До свидания, да, всем спасибо. Хорошо, спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok